Обнестрел. Обнестрел ногу, да? Да. А, сквозную. А для каких обстоятельствах? Засаду. Этого бойца спецназа доставили в полевой госпиталь прямо с передовой. На отделение вышла диверсионная группа ВСУ и открыла огонь. Ответным была уничтожена, но несколько российских военных получили ранения. Тело у нас очень редкое, потому что шлем, ну не жилет, защищает. А конечности больше всего подвергаются ранениям. Медотряд, или проще полевой госпиталь, развернут на киевском направлении спецоперации. Рентген, кабинет, УЗИ, лаборатория, стационар. Есть даже две операционные. В общем, мало чем отличается от современной клиники, несмотря на палаточные условия. Сквозное осколочное ранение правого предплечья, на котором перелом плечевой кости, выполняется паховая рана, наложение гипсовой лангеты и дальнейшая эвакуация его в Россию. Организованный подвоз раненых бойцов. Рядом с госпиталем вертолетная площадка транспортная Ми-8 заходит на посадку под прикрытием средств ПВО. Также раненых эвакуируют с поля боя и вот на таких вот автомобилях. В общем-то, это придумка военных медиков. В роли капсулы установлены в кузов грузовика. Обратите внимание, на борту нет красного креста. Водитель санитарной машины рассказывает, что украинские военные нарушают все международные конвенции и в первую очередь бьют именно по медицинским автомобилям. Фашистское отношение, хотя все говорят, что кресты это приоритет и по ним работать нельзя, но с той стороны другое отношение к этому делу. Но пока в этом госпитале не потеряли ни одного бойца. После операции всех выхаживают в палатах интенсивной терапии. Сейчас, кстати, все койки здесь пустуют. За весь период было пролечено достаточно много пациентов и с разной тяжестью состояния. Летальных исходов не было. Значит, всех удалось стабилизировать и отправить на дальнейшие этапы уколоваться. Большинство раненых после лечения возвращаются на службу в свои подразделения на северный участок спецоперации.